добрый вечер уважаемые слушатели я рад вас всех приветствовать в студии центра инвестора компании kitfinance на ваших экранах я петрулеевич владимир владимирович сегодня немножко в другом месте возможно к вам для вас непривычным непосредственно своим рабочим они в переговорной поэтому видите меня ближе и можно сказать диалог наш будет более честно традиционно вопрос как меня видно как меня слышно если все хорошо пожалуйста сделайте отметочку в чате чтобы я мог уже продолжать продолжать наш сегодняшнюю беседу а беседа наша сегодняшняя с вами будет достаточно интересно почему потому что она она в общем-то всегда наши беседы с вами отличаются новизной и глубоким затрагиваем вопросом но сейчас мы с вами особенно поговорим о сокровенных вещах частности о том что же лежит внутри рыночного хаоса что лежит внутри нашей жизни что объединяет привычный окружающий для нас мир это что мы с вами наблюдаем на рынке затем на гаразием цифр или каких-то движений ну вижу отметочка есть то есть слышно видно хорошо поэтому продолжим что хотелось бы сказать еще если какие-то вопросы в процессе лекции будут возникать не стесняйтесь пишите в чате часть занятия на сегодняшнем мы с вами рассмотрим теорию теорию того что же такое уровне фибоначчи и какую роль они играют на рынке и вообще скажу больше раскрою тайну раскрою секрет какую роль они играют нашей жизни эти цифры для любителя математики это будет некая отдушина вечно споришь тоже первично что же то лично вторую половину мы на практике посмотрим как можно простым и действенным способом получить ну если не панацею от рыночных ошибок то во всяком случае достаточно простой действенный инструмент который поможет вам находить находить точку опора находить уровне цели движения рынка то есть получать ту необходимую достаточную подсказку которая позволяем уже позволяет вам уже чувствует на рынке ну не как рыба в воде конечно но достаточно уверенно вот такие у нас сегодня много чем много обещающие глубокие планы и цели но и раз все готовы уже все подключились поехали мы поговорим с вами сегодня опять же повторюсь о достаточно сложных серьезных вещах вы можете со мной спорить можете не соглашаться но я считаю что во всем особенно то что касается рынка нет есть некая сокровенная тайна эта тайна может выражаться естественно в различных подходах кто-то рассматривает рынок как манипулирование вашим сознанием кто-то рассматривает рынок как крупного игрока типа кукла который создает иллюзию каких-то движения на самом деле вы собирает ликвидность и двигает рынок нужную ему сторону кто-то считает что рынок это некая математическая модель которая объединяет себе цифры показатели и акций компании кто-то считает что это голая спекуляция не поддающиеся прогнозы то есть вообразный хаос кто-то приемлик помимо математических и других приемлемых методов привычных методов анализа такие подходы как луночный цикл и если вам интересны и можете даже посмотреть лунный календарь и увидеть что большинство экстремов рынка они соответствуют как раз дня полнолуния или новолуния но это опять же это сколько людей столько мнений это определенные своеобразные взгляды мы сейчас поговорим еще об одном взгляде не только на фондовый рынок а в частности на весь окружающий нас мир то есть все то что вы видите включая зрительные образы включая физиологические живые существа она все подчиняется некому закону и исследования последних лет они показали что весь ход развития жизнедеятельности человека подвергается определенному закону который в себе несет набор волны импульсов в том числе фондовый рынок как проявление человеческой действительности вот мы об этом с вами подробненько поговорим откуда это взялось но сделаем некий экскурс в историю давным-давно еще в одиннадцатом веке один из научных деятелей того времени фома аквинский написал что чувством человека приятный объект обладающий правильно прицел пропорции приятно значит понятно так он написал это основной принцип эстетики и спросите у меня при чем тут эстетика и при чем тут рынок и при чем тут все остальное в этот тесно взаимосвязано между собой потому что мы с вами привыкли наблюдать то что нам нравится если нам что-то нравится если нас что-то эстетично удовлетворяет значит мы это понимаем соответственно наша задача с вами мы будем делать всегда уклон в сторону фондового рынка использовать эти знания таким образом чтобы движение рыночные нам были приятны и вызывали определенное эстетическое удовлетворение соответственно они на для нас становились понят это очень важная модель очень важный взгляд очень важный подход который ну если не ответить для вас на большинство вопросов то во всяком случае наверное при откроет завесу тайна тайны над тем что такое рынок так вот фома аквинский сформулировал принцип эстетики а чуть позже один из известнейших известных до архитекторов хотя известность его странно и он известен тем что сконструировал башню которая падает то есть это недочеты инженерного инженерных расчетов недочеты строительства грубо говоря это ошибка ошибка которая легла в историю которая восхищается большинство людей то есть само по себе естественно башня она прекрасна но имеет а грехи и а грехи в том что она постепенно снижается наклоняется связано это с тем что был нарушена установку фундамента так вот прочитав фабашник кто-то пизанской башни кто-то чего не знал хочу сказать что многие знают это строение наверное в общем-то узнает практически каждый но наряду с известны своей оплошностью и архитектором банана пизана в этом же городе в пизе в одно и то же время с ним жил другой человек другой человек известность которого наверное весьма сомнительное либо открыто в узких кругах это леонардов ябаначи буквально соседних улицах жили людям известен над тем что в 1175 году после долгих путешествий ввиду того что он был в жизнедеточной семье много по путешествовал по миру долгое время жил в арабских странах много чему научился и конечном итоге его главный жизненный труд это либо рабочий книга вычисления где он впервые принес европу то что перевернула весь наш мир то чем мы пользуемся те сейчас и без этого окружающий мир привычный для нас представить невозможно сравните достижение одного человека другого вызывающие умиление ошибка инженерной мысли и четкая научная мысль гениальная мысль которая дала нам то чем мы все пользуемся это десятичная система исчисление где используется первая цифра 0 естественно все остальное представьте как бы мы жили сейчас если мы до сих пор писали бы римскими цифрами точнее до римскими цифрами где каким образом развивалась бы информатика каким образом вообще развивалась бы связь и все то что нас окружает понятное дело что заслуга одного человека намного вы больше чем другого но к сожалению так сказал что один известен другой хотя все пользуются его достижениями он стоит в тени но есть еще одна замечательная вещь которую гениальный леонард фибоначчи принес нашу жизнь достаточно умный и внимательный человек он наблюдал наблюдал за такой простой банальной вещью как размножаются кролики и вывел определенную про 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 порцию числовой ряд который показывает что сумма двух чисел до в предыдущих двух чисел в числовой последовательности является само по себе из следующим числом посыл в последовательности в общем то с одной стороны здесь ничего замечательного нету но а замечательно то что эти числа они рисуют некие соотношение соотношение связано тем что одно число превышает другое постоянно на одну и ту же величину последовательность бесконечная и самое главное что это последовательность этот числовой ряд есть ключ ключ к одной из волшебной тайны под названием число фи я который мы с вами поговорим то есть это соотношение которое раскрывает модель строительство всего во вселенной последовательность просто запомнить все очень легко меня сумма любых чисел рядом последствий дает следующее число последовательность то есть один два три пять восемь тринадцать 134 и так далее так далее так далее если вы внимательно подумаете и вы вспомните опять же что мы говорим о фондовом рынке очень часто параметры математических индикаторов которые используются в анализе рынка они привязаны и именно к числам последовательность то есть восемьдесят девятая скользящая средняя там 34 8 5 то есть вы с этими параметрами уже сталкивались но в чем же секрет грандиозный и загадочные данные последовательность какой ключ он в ней несет во первых сама по себе последовательность и и соотношение они формируют спираль спираль как вы знаете это не только спираль в пружинных автомобилях это на самом деле еще спираль развития всего живого то есть постепенно повторяется все исторические процессы но и на каком-то более высоком уровне таким же образом и происходит человеческая жизнь но это как бы сус немножко философски также немножко приземлимся и поговорим о математическом модели числа в последовательности относится к друг другу как 0,618 единицей и либо его интерверсия 1 618 единиц другими словами число фи имеет значение 1 618 83 4 и так далее до бесконечности она никогда не может это иррациональное число которое не может быть цело опять же что мы здесь увидели мы увидели как раз тот цикл колебания приближающийся к одному замечательному числу которое раскрывает ну наверное основу основу всего то что у нас может окружать сейчас вот на сегодняшнем этапе лекции мы с вами можем увидеть что пока это последователь говорит о том что рынок он сам по себе демонстрирует некую цикличность и последовательность тоже демонстрирует некую цикличность стремясь из затухающей колебаний прийти какой статическим целый постоянной величине чего естественно не происходит но к этому все стремится так вот именно внимательно и при внимательном рассмотрении мы сможем с вами увидеть что именно в этом заключать секрет что все эти колебания они поддаются определенным прогнозом эти прогнозы они рассчитываются то есть другими словами хаотическое движение рынка они превращаются уже для нас в некий математический прогноз как это возможно посмотрим дальше то есть интерес последовательность он заключается не только в том что это некая набор цифр имеющий под собой определенные математические загадки здесь есть еще важная очень составляющая именно связано с числом фи что все окружающее нас правда или неправда и она именно внесет в себе печать от этого числа фи ну вы уже пока я разговаривал она на слайде почитали посмотрели интерверсии числа и это тоже очень интересные показатели потому что когда мы будем говорить о уровнях вибоначи которые используются в рынке то есть в оценке размеров колебаний мы как раз будем говорить о процентном соотношении данных чисел то есть где число 061 будет носить значение 61 процента 38 и 2 соответственно 38 процентов и так далее забегая вперед чуть-чуть сейчас посмотрим немножко какие еще математические задачи и загадки несет себе данная последовательность я думаю что заинтересованы могут с легкостью данные вопросы всем почитать в интернете найти много чего интересного но опять же если мы совершаем различные абсолютно математической операции соотношениями данной последовательности мы с вами можем видеть одни и те же интересные ценовые значения это ну с одной стороны может быть какая-то загадка с другой стороны кто-то скажет что это просто определенные математические конфузы третье может сказать что это но обычные совпадения но опять же если мы внимательно посмотрим на все эти цифры мы видим что все эти цифры весь этот числовой ряд постоянно вращается после одного и того же еще один пример математическая задача которая часто в школе используется что такое число умноженное на число 4 может давать одну из своих интерверсий это как раз вот все члены числовой последовательности которых писал фибоначчо то же самое и с квадратом этих чисел то здесь настолько большое количество математических задач решение которых связано именно с составным рядом вот этой последовательности что можно диву даваться и бесконечно удивляться этому стоит главный вопрос перед нами каким образом мы данные числа можем использовать в нашей жизни опять же повторюсь я сказал самом начале что числовая последовательность это есть ключ ключ некому окружающему миру который позволяет нам объяснить для себя и для всего для всех других как этот мир устроен так вот этот ключ это и есть числовая последовательность и носит название золотым сечением золотое сечение было известно давно но объяснение ему в общем и целом наверно никто не давал да и дать это невозможно почему потому что опять же это определенная золотая середина что такое золотое сечение это точка которая делит отрезок пополам таким образом что соотношение сторон всегда равно там отношение большей части и всем отрезкам она всегда несет одно и то же величина 0 618 число фи мы об этом с вами говорили то есть это то число которое зашифровано числа его последовательность числовом ряде и это то число которое которое заложено во всем окружающим нам в мире так вот древние древние они именно и по золотом сечении всегда и говорили именно золотое числе эти сечение всегда использовалось в строительстве в развитии в архитектуре и живописи и искусстве всего окружающего мира почему это происходит если мы внимательно посмотрим мы видим что золотое сечение либо число фи оно есть во всем что нас окружает то есть каждый человек волей-неволей он сознательно или подсознательно продолжает искать божественную пропорцию то есть то что определяет его каноны красоты каноны нравственность каноны восприятия то есть о чем говорил фома квинский помните дает каноны эстетики так вот все что нас окружает она близко нам то что вызывает определенные эстетическое удовольствие и далеко то что не вызывает таких впечатлений так вот число фи она отражает как раз все то что вокруг нас в природе находится весь мир построен на определенном наборе соотношения взять примеру сам банальный человек все люди разные на в то же время соотношение частей человека соотношение лица верхней лобной доли с лицевой частью есть не есть не что иное как отношения золотого свечения то есть я не говорю здесь о идеальных каких-то пропорциях о конкурсах мисс мир или мисс селена или мисс какой-то отдельно взятый горы мы говорим о обычном человеке в большинстве в среднем своим составляющим у которого все от соотношения между собой они соотносятся как число фи плюс сами составные части то есть количество фаланг и количество пальцев это не что иное как число числовой последний фибоначчи и этим не заканчивается то есть самое большое и самое развернутое что создала природа это человек на самом деле построен по определенным эстетическим канонам по определенным лекалам это первое сам человек соответственно все что окружает нас окружает мир это тоже есть определенный лекал вот возьмем достаточно отвлеченный такой предмет это та человеческая ушная раковина как раз на картинке которая не с собой представляет как раз спираль на спираль как вы знаете она не что иное как описано числовой последний фибоначи так вот это спираль ушная наша она воспринимает звуки определенные звуки которые человек приятны не какафония набор разбитых звуков отец звуки которые опять же соотносятся с нотным рядом восьминотная октава то что на клави на пианино представлена 8 белыми 5 черными клавишами всего 13 плюс ко всему соотношение звуков по частоте между собой она здесь относится как число фи удивительно не правда ли есть даже в неосезаемых вещах осязаемые понятные вещи когда мы их рассматриваем через призму золотого сечения заглянем чуть-чуть глубже примеры современных художников примеры исторических картин полотен фресок они в себе несут обязательное идеальную модель используя золотое сечение без этого картина не являлись бы предмером восхищения без этого они бы не становились канонами подражания для всех последующих поколений без этого они бы не попадали в запаснике музеев и не вызывали бы всеобщее восхищение это не просто так это именно определенный закон это определенная ключ которая нас окружает заметим мы с вами ушли от крупнейшего и волшебного живого существа создана природа самого человека к тому что мы не связаем это звук и как мы его воспринимаем что связано по частоте отделяются по золотому сечению теперь переходим к тому что непосредственно создают человек уже то что ему приятно то есть он свои ощущения внутренне передаю через произведение искусств картина которые несут себе тот же самый ключ золотого числе сечения до архитектурных произведения то есть если мы говорим о плоском холсте который передает определенную картину то есть еще грандиозно архитектурное сооружение созданные задолго до открытия золотого сечения и все они несут себе вот это вот понимание понимания всего лишь одного единственного числа числа вопрос который вы задали он немножко а опередила на тему сегодняшней лекции и разговор идет не просто фондовый рынке фондовый рынок это проявление человеческой действительности то есть определенный этап нашей человеческой жизни и все что созданы человеком она не может быть создана иначе чем без использования вот это вот ключа связанным числом фи поэтому изучая прошлые модели поведения изучает то что у нас окружает изучает то что происходит мы волей-неволей склоняюсь к тому что и в фондовом рынке должны наблюдаться именно те же самые закономерности начиная с того что мы их видим на вооруженный взглядом это определенные циклы колебания и заканчивать тем что мы сейчас с вами постараемся эти циклы колебания просчитать вот почему природа цифровых фибоначчи она очень сильно отражает окружающий мир окружающий мир в том числе и фондовый рынок мы с вами поговорили о том что человек как венец природы создан по этим канонам более того микросоставляющей то есть модель днк спираль днк она построена именно по этим составляющим спиральным связанным соотношениями числа фи плюс макро составляющие то есть сама модель вселенной она строится именно по по тем же математическим показателям как спираль построен на основании чисел фибоначчи я опять же не спорю не навязывать свое мнение я говорю о том что есть в мире определенные загадки и перед нами не стоит цель тем более не цель сегодняшнего вебинара разгадать эту загадку раскрыть этот грааль мы можем к нему с неким скипсисом относиться но использовать наша задача использовать те практические составляющие то что имеет практическое применение в предмете который мы с вами изучаем то есть непосредственно фондовый рынок почему мы используем числа фибоначчи на фондовом рынке потому что я говорю о том что все окружающие нас мир он имеет себе определенную печать вот этого числа фи соответственно есть определенная вероятность вероятность может быть достаточно большая которая это число фибон транспортировать непосредственно фондовый поэтому да возможно это и есть полуграй почему этим всем не пользуются потому что опять же большое количество людей и взглядов доверие и доверие ко всему что происходит я уже изначально сказал что рынок для всех он проявляется абсолютно по-разному кто-то покупает это продает в одной той же точке происходит сделка это первое из-за чего все различия второе кто-то ориентироваться непосредственно на показатели осязаемость то есть цифры отчетности компании различные коэффициенты привязаны опять же к тому что производит компания потому что акции компании секс стоимость она лежит в основе рынка все остальное тоже производные инструменты которые рассчитываются исходя из основных базовых базовых актив далее есть приверженники фундаментальные анализы говорят что динамика динамика рынка она опять же связана с ожиданием участников в плане будущих каких-то показателей есть приверженники и математического анализа которую распозна рассматривают различные индикаторы не осцилляторы поэтому опять же правильно вы сказали что это всего лишь полуграй мы не можем слепо говорить что да это панация от всех бед и только этим может пользоваться но если в мире есть некое что заключено во всех окружающих нас вещах почему бы вот это вот составляющие не использовать в более широком прикладном смысле и не перевести непосредственно фондовый рынок грандиозные строения которых все знаете египетские парамиды которые вызывают но восхищение восторг завораживают заставляя задумываться ну и вообще непонятно как они построены и кто их сделал люди или не люди а число фи в этих пирамидах опять же присутствует присутствует настолько идеально насколько даже сейчас наше времени сложно построить имея достаточно совершенное набору техники ну здесь остается только на разводить руками удивляться и в то же время не пытаться разгадать разгадать загадку пытаться вот этот вот момент опять же перед перевести на то что для нас является прикладным способом прикладной способ это фондовый рынок еще более древнее строение вообще на другом континенте далекой от нас где четко четко прописано прописано последователь чисел фибоначчи это пирамида мексики загадка волшебство или все-таки действительно некий ключ к окружающему нас миру вопрос этот наверное останется безответным и сейчас я думал когда это вызвало у вас определенное недоумение и еще больше вопросов чем ответов наверное стоит все таки посмотреть на данные составляющие с точки зрения прикладного использования то есть как же все таки данные цифры как же все таки данные соотношения мы с вами можем использовать на рынке и и вы здесь увидите что именно простота данного метода возможно и отталкивает от повсеместного использования почему потому что я вот со своим опытом очень сталкивался на рынке часто с тем что многим кажется что заработок он должен быть каким-то сложным то ли должны использоваться какие-то сложные методы то ли должны быть использованы сложные подходы хотя по факту по факту очень часто возникает наоборот именно самый простой способ дает самый действенный ответ именно самый быстрый и легкий заработок является самым приятным на рынке не надо долго просиживаться компьютера не надо долго высчитывать не надо долго что-то выстраивать и городить огород когда есть достаточно простой метод позволяющий вам заработать и именно эти стратегии простые они являются как правило долго идущим так вот еще в древние времена люди считали число фи не просто числом не просто каким-то соотношением а символом созидательной функции человека то есть логосом семенем откуда все произрастает свое живого именно на это содержится ссылка и в библейских трактатах поэтому нам как исследователям мы являемся исследователи потому что мы пытаемся найти в том жестком цифровом мире подход который позволит нам получить ответ а самое главное получить эстетическое удостоверение обладание деньгами которые мы заработали на рынке нужна определенная подсказка так вот в данном случае эта подсказка выраженная в числах фибоначи в числовом вреде фибоначи и есть тот самый ключ но опять же мы говорим с вами не о том что есть четкое слепое следование определенным цифрам есть вероятность на рынке всегда присутствует определенная вероятность почему потому что даже те же самые колебания они могут быть больше или меньше они могут быть уложиться в соотношении фибоначи там в пределах 38 процентов а могут зашкалить и выйти в более широкий диапазон в критический да практически века единицы там к 82 процентам могут и чаще всего так происходит что выбирает некую середину в пределах 50 процентов так или иначе есть идеальная пропорция есть идеальное значение есть идеальное число которое заложено во всем окружающем нам мире от малюсеньких квантов до глобальных масштаба вселенной от идеального соотношения человека до тех моментов природы которые нас окружает там же если мы посчитаем листики цветочки на большинстве деревьев мы видим то же самое соотношение и идет как в числах фибоначи вот почему я говорю что окружающий нас мир он не является хаосом он является определенным принципом порядка и этот принцип естественно будет отражаться во всех проявлениях человеческой действительности логической жизни в том числе и рынке вот таким вот образом мы с 13 века со слов фома аквинского о эстетических восприятиях человека перешли к текущим моментом фондового рынка хотя между ними лежат столетия но эти столетия как раз есть не что иное как возможность увидеть и использовать увидеть и использовать те подсказки которые могут нам дать ответ как когда нам лучше совершить ту или иную сделку каким образом это работает для простоты восприятия существуют гениальные по своей элементарности инструмент на рынке это уровни фибоначи которые зашиты практически в любой программе я не говорю о каких-то сложных вещах таких как лучи гана которые построены на соотношениях фибоначчи я не говорю о таких вещах которые как спираль фибоначчи я говорю не говорю о таких вещах как ширине фибоначчи которые показывают еще продолжительность временную продолжительность жизни циклов при желании вы можете взять книжечку фишера и почитать про фибоначчи уровни фибоначчи где подробно расписано на прикладных инструментах лучше конечно взять большой трактат гана но мы говорим о том что является наиболее простым наиболее простой инструмент который зашит в программе это уровни фибоначчи видите на графике они имеют всего лишь 6 основные значения ну 5 да скажем от нуля до 100 уровне 23 целых шестьдесятых процента 38 целых две десятых процента это интерверсии соотношение чисел последовательность и между собой 50 процентов это золотая середина шестьдесят один и восемь ну и для удобства я думаю стоит и следует использовать еще один уровень это семь шесть и четыре десятых процента которого не хватает и которые на графике отсутствует что это за уровень это уровни наиболее вероятной коррекции которые наблюдаются на рынке то есть уровень фибоначчи сетка фибоначчи она позволяет нам оценить после оконченного любого поступательного движения то есть всегда мы должны выбрать движение с точки а в точку б оценить величину коррекции которая в чем вот опять же теряется вот этот вот грая потому что опять же есть вероятность которая позволяет определить наиболее вероятные уровни коррекции если движение на рынке сильное трендовое движение сильное то вероятнее всего коррекция будет лежать в размерах 23,6 процента то есть 23 процента если движение обычно то есть не является импульсом большой силы то коррекция будет лежать либо 38 процентов либо 50 если движение вялое и слабое то величина коррекция может быть достаточно глубокий глубокой как 61 процент так и до 76 доходить наиболее вероятно то есть три типа и опять же спор у нас еще возник является ли это грая это подсказка грая это вы сами когда вы принимаете решение это подсказка определение наиболее значимых уровня то есть мы увидели какое-то рыночное движение увидели его окончание то есть формируется какая-то коррекция мы уже соответственно с вами используя вот этот прикладной метод уровня фибоначчи можем определить наиболее вероятный уровень отката либо коррекции по какому-то движению на рынке первая часть то что нам дает фибоначчи сейчас поговорим теоретически и рассмотрим практику потом что важно уровни фибоначчи всегда строим по направлению движения то есть если мы меряем коррекцию мы строим по направлению движения если коррекция восходящего тренда снизу вверх растягиваем фибоначчи если коррекция нисходящая тренд то соответственно сверху вниз по направлению движения таким образом мы получаем точки уровни обозначающие уровни наиболее вероятного движения коллекционного движения помимо этого фибоначчи может позволять отмерять цели дальнейшего тренда после окончания коллекции как только коррекция закончилась то есть допустим прошло движение вверх отмерили коллекцию коллекция ставила 50 процента после окончания коллекции снова начался тренд мы можем определить цели этого продолжения тренда и они будут лежать в диапазоне 161 процент 261 процент ну и так далее чаще всего это либо 161 или 261 процент в очень достаточно сильном тренде может достигать и более значительных величин для удобства тем кто часто сталкивается с сложностями поиска точек максимум минимум на рынке экстремума можно использовать другой прикладной метод это фрактал то есть выбрать там значение построения фракталов 9 и 11 может использовать даже и 8 опять же привязываясь к числам фибоначчи и получаем дополнительную подсказку между какими точками у нас мерить законченное движение на практике сейчас это посмотрим как будет выглядеть расположение построения уровня фибоначчи для определения цели дальнейшее движение прошло какое-то движение минимум максимум отмерили прошла коррекция этого движения вниз закончилась эта коллекция после чего мы можем определить цели дальнейшее движение растягиваем данные уровни фибоначчи от максимум к минимуму по направлению движения и видим что цели у нас лежат в районе 161 261 и так далее и увидели точку куда цена у нас и пришла точка 261 процент просто доступно почему вы спрашиваете для ответ почему мы возвращаемся к началу лекции будем говорить о том почему уровни фибоначчи и золотое сечение и значение числа фи так действительно важно для всего окружающего мира вот почему потому что для большинства людей именно в этих соотношениях мы видим гармонию то есть эстетическое восприятие того что может быть это комфортные уровни для закрытия цены эти комфортные уровни для формирования новых движений и так далее но подчеркиваю это не панацея это подсказка почему потому что рынок это все таки еще и объемы определенных денег и та же самая фрактальность то есть мы видим с вами рынок всегда с определенной точки зрения с определенного временного интервала может быть больше может быть меньше поэтому используя уровни фибоначчи на разных временных интервалах может давать некую картину разную но в то же время объединение этих уровней в одной и той же точке дает достаточно сильный сигнал к тому что данное значение оно является наиболее важным наиболее приемлемым наиболее значимым ну и так далее которое можно использовать сейчас я перехожу на показ рабочего стола непосредственно а вы пока готовьтесь вопрос которые у вас могут появиться итак возьмем с вами что возьмем с вами к примеру вот график давайте фьючерс на рубль доллар да итак у нас возникает вопрос вот мы видим сейчас законченное движение которое было сегодня минимум локальный максимум для определения локального минимум максимум нам в первую очередь с вами нужно к примеру добавить график индикатора давайте возьмем фракталы если это кому то не видно часовой график здесь пять шесть семь какие цифры хотите давайте выберем тринадцать много не попал сегодняшний день да часовой график много так вот возьмем локальный минимум максимум максимум еще не отрисовали еще поменьше сделаем почему объясню потому что количество периодов отмеряет отмеряет сегодняшнего выброса ну локальный максимум на сегодняшний момент понятен меряем текущий день от максимум к минимуму значение минимальное берем уровни фибоначчи вот они находятся в верхней части экрана есть фибоначчи зоны расширения временные есть они используются непосредственно для окончания поиска временных циклов есть уровни которые определяются горизонтальные уровни сопротивления поддержки нажимаем и строим от минимума к максимуму максимальное значение текущего дня которое мы увидели теперь мы видим что развиваются коррекции у нас и соответственно мы можем определить для каких уровней вероятность всего коллекция будет развиваться ну она была достаточно мощная и сильная потому что можно предположить что значение импульсное соответственно первый уровень коррекции порядка 23% второе значение наиболее вероятно это либо 38% либо 50% то есть коррекцию которую мы можем видеть она может быть таким образом после чего движение продолжится либо может быть вот таким после чего движение продолжится дальше куда она продолжится мы можем следить после того когда будет нарушено текущее движение то есть уже сформирован какой-то некий локальный новый максимум на рынке если цена опять же уходит ниже 61% вероятнее всего что в таком случае текущая коллекция будет являться началом какого-то нового тренда и соответственно мы не увидим здесь отскока мы увидим непосредственно продолжение уже движения в обратную сторону это очень важно значение то есть 61% это есть некий водораздел который ограничивает вероятность коррекцию окончания коллекции с тем что данная коллекция перерастает в какой-то новый тренд видите что действительно панацея здесь не получается потому что много различных вариантов но для нас является вариантом самое главное то как мы можем в прикладном виде использовать данное значение фибоначчи пример движение прошлого дня минимум максимум к открытию дня рассматриваем точку какая может быть вернее к закрытию дня это открытие у нас свечка какова может быть вероятность коллекционного движения отмеряем от максимального значения фибоначчи строя точнее от минимального значения к максимальному коллекция сами видите 38% да по факту она осталась на 23% но низ уходил на 38% с одним единственным моментом момент того что был выброс наверх шип данный в первую очередь было связано с тем что было предупреждение биржи о том что графики не отображаются поэтому возможно было определено сбоем по факту мы оценим те движения которые на самом деле увидели уровня коллекции здесь в полном роде в полном образе они отрабатывают дальше закончилась вот эта вот коллекция цена начала двигаться в обратную сторону как мы увидели начал уходить наверх предполагаем что закончилась коллекция соответственно можем померить величину цели дальнейшее движение опять же после окончания коллекции взяли эту коллекцию с максимум минимум отмерили и увидели цель 261 процент то есть все цели которые были построены внутри дня они оказались достигнуты примеров таких более чем достаточно практически любое движение которое мы на рынке возьмем оно будет вписываться в эти показатели поэтому здесь есть определенную ну не знаю там хотите магия назовите как хотите но это опять же инструмент который позволяет вам находить находить точку определенную опору то есть для вас рынок уже не набор хаотических движений а определенные кирпичики на которые вы можете становиться вот возьмем любое движение часть минимум какой-то максимум сформировалось движение в течение дня с вечера до утра замечательно коллекция в этом движении будет будет какая снизу вверх фибоначчи взяли какую коллекцию видели 50 процентов ну минимум был 61 замечательно после этого развернулись пошли наверх есть возможно на этом заработать я думаю что есть закончилось это рыночное движение закончилось коллекция прошла вот она с минимумом по максимуму можем отмерить цели дальнейшие движения можем каким образом фибоначчи с максимум к минимуму увидели где эти цели должны лежать 61 процент попытка выше не ушли развернулись пошли в обратную сторону отработало отработало замечательно утром у нас двадцать первого числа был открытый достаточно сильный всплеск импульсное движение на рынке одна свечка прошла то есть локальный минимум у нас лежал вот здесь вот локальный максимум вот здесь находится взяли уровни фибоначчи поверили импульс и увидели куда дошло коллекционное движение 23 процент 38 процент отработал отработал давайте возьмем какой-то другой инструмент который может быть лежит вне данного понимания ну возьмем примеру динамику поведения рынка акции давайте возьмем акции в т.б. сейчас чуть-чуть возьмем возьмем давайте возьмем 6 минут на 60 минут на графике либо тогда также для интереса мы не возьмем 60 минут на 67 15-минутной графике возьмем опять же посмотрим текущий день где у нас был окальный максимум текущего дня но с локальным максимумом вот локальным максимумом us текущего дня вот локальный минимум все видите соотношение 20 часов 26 число и видите куда развиваться и каким образом развивается данная коллекция укладывается в уровне��라고 подчасти укладывать могли бы или мы определить еще с вами днем вероятные цели данного движения после того когда увидели вот это вот движение вниз и вверх если мы предполагаем что вот это у нас была локальная коррекция на рынке опять же предполагаем то есть мы оцениваем с вами всегда вероятность значит с помощью уровня фибоначчи нам надо всего лишь с вами выстроить это движение сверху вниз и оценить куда она может уйти видите что никакой магии волшебства здесь нету есть определенные соотношения которые позволяют вам определить точки наиболее вероятного движения коррекционно в том или ином инструменте это и я думаю является наиважнейшим фактором использование любых методов анализа на рынке если вам это помогает найти определенную точку эта точка позволяет вам зарабатывать деньги соответственно эти методы вы можете из пол этим этот метод вы можете использовать помните важные ключевые моменты о чем стоит всегда говорить уровень фибоначчи удобно для определения первую очередь возможных уровней отката то есть прошло какое-то трендовое движение коррекция этого движения мы можем измерить величины этой коррекции важный момент помимо уровня отката мы можем использовать еще уровни фибоначчи для определения цели дальнейшее трендовое движение зависимости от выбранных временных интервалов значение уровней может быть сильнее либо слабее сейчас опять же мы посмотрим это на картинке если возьмем примеру там двух трехминутный график насколько там уровне фибоначчи работают и дают ли нам определенные подсказки важный момент уровне не является инструмент который позволяет однозначно трактовать рыночные движения это подсказка нет граиля на рынке есть вероятность правильно оценивать вероятности контролирует риски вот грааль все остальное это иллюзия самообман и опять же ритмичность и повторяемость циклов вот на чем построен уровень фибоначчи вопрос возник чего там сбегать вперед сможешь показать по фибоначчи когда нет бренд стал уходить со 110 долларов ну давайте посмотрим когда мир бренд стал уходить со 110 долларов так ним бренд стал уходить вниз со 110 долларов долларов максимум минимум вот про это движение на то есть первую очередь мы определяем всегда с вами максимум минимум после чего по направлению движения определили кинули уровень свиваначи здесь интересная картинка цена не достигла уровне 38 процентов достаточно долго здесь постоял ушла вниз опять же дневной временный интервал достаточно крупный поэтому говорить здесь о том что по факту происходит на рынке можно лишь с определенного оглядка потому что все-таки инструмент он так скажем ценообразующий в том плане что это базовый актив все мирового значения поэтому здесь естественно может быть и фактора умысла упорство и так далее но все что угодно видим о том что движение отыграл себя не таким образом первая коррекция она прошла импульс на достаточно хорошо 23 процента второе движение не достигла не достигла ладно бог с ним посмотрим даже более мелкие детали уровне коллекционного движения первого характера когда коллекция за первое первый отскок прошел он тоже имел под собой коллекция коллекция становилась на 60 1 1 процент после чего цена ушла но опять же не достигла до уровня 60 1 и 80 процент бокс не произошло хорошо дальше что мы с вами меряем естественно таким же образом мы можем с вами уверить и цели дальнейшего движения здесь как вы видите получилось весьма весьма замечательно то есть вот это вот последнее движение наверх она получил достаточно четкую картину где движение остановилась и произошел отскок насколько этот отскок произошел то есть мы с вами сейчас хотим узнать насколько соответствует данный показатель соответственно взяли по направлению движения померили фибоначчи сверху вниз и увидели что у нас вся коллекция легла как раз в уровне 38 процентов соответственно если это коррекция дальнейшее развитие не проходит мы видим о том что данный уровень у нас является весьма значимый тур и 52 с половиной доллара за баррель то пока это движение не преодолено мы будем предполагать о том что будет продолжаться нисходящее движение понятий насколько она может дальше продолжаться первое движение мы с вами измеряли сейчас по факту можем увидеть что вот цель дальнейшее движение в районе там 32 может быть если что будет если цена преодолеет локальный новый минимум пока локальный новый минимум не преодолен соответственно говорить о том что движение может развиваться мы не можем потому что у нас по факту сейчас вот это вот текущая коллекция которая сформировалась вот она она у нас еще не закончена вот почему опять же это не может быть гранина потому что внесет себе определенное рассуждение вероятности ну теперь момент небольшой там к примеру он дается на индекс ртс на фьючерсе на индекс мы посмотрим с вами так дела или просто на индексе т.с. о том как ведет себя наш старик фибоначчи на более коротких временных интервалах график индекс ртс мы возьмем допустим пятиминутный график посмотрим пример что мы будем смотреть бился ну вот пример на импульсное движение которое было коллекция 23 процента дальше выстрел ушло наверх я не очень люблю честно говоря исторические какие-то показатели потому что они действительно даже меня самого иногда начинают удивлять что такое совпадение как такое может быть гораздо интереснее смотреть будущее то есть в практическом применении использовать уровень фибоначи для определения цели там входа в рынок либо для поиска ура и уровне окончания движения то есть выставление take профитов ну пример допустим вот импульсное движение у нас прошло на вечерней сессии вот его коллекция соответственно вероятно того что она здесь становится достаточно высоко либо развернется рынок будет уходить мысль опять же смотрим с вами достаточно короткий временной интервал на котором можем с которого читаем оперативную информацию то есть наиболее слабо опять же еще одно снижение смотрим легло в рамках 3 23 процентов утренний импульс был наверх после чего цена ушла вниз насколько она ушла вниз исходя из коллекции вот этого движения 23 процента без утреннего импульса так вот полезно выделять еще движение иногда для того чтобы было понятно вот это движение мы верим да мы увидели вот цели 23 процента соответственно видя том что коллекция не закончилась либо всего лишь 23 процента это очень мало мы можем говорить о продолжении импульса наверх мы на следующий день это непосредственно понедельник увидели как раз и снижение в рамках цели почему цена ушла наверх давайте зададим этот вопрос для себя почему цена ушла наверх то есть закончено движение у нас соответственно легла вот в этих рамках точнее почему как далеко цена уйдет наверх как далеко может уйти цена наверх взяли фибоначчи по направлении движения по мере или увидели что край этого движения 61 процент если не закрепляемся выше то естественно движение пойдет вниз так оно произошло насколько она может пойти вниз это движение то есть мы будем с вами искать вот это вот нисходящее движение это пятиминутный график взяли фибоначчи по направлению движения опять сверху вниз его расчертили посмотрели куда цель снижения вечернего может быть увидели вот она сюда дошла помогает ли вам это зарабатывать ну если помогает я только буду рад я для вас объяснил доступность и понятность этого метода для того чтобы вы могли непосредственно в живую на экране на своем рабочем столе использовать данные цифры для поиска необходимых точек буду только рад если данный вебинар вам оказался действительно полезен если возникают какие-то вопросы пожалуйста пишите электронно моя почта на ваших экранах петрулеевич собака mail.ru спасибо вам за внимание данный вебинар на этом интересном моменте заканчивается вы видите что в ваших руках достаточно интересный простой в то же время волшебный инструмент это своеобразная волшебная палочка которая позволит вам найти точки входа точки выхода и вероятность этих прогнозов для вас является достаточно высокий вебинар будут записи выложен в нашем разделе на ютюбе рекомендую пересмотреть хотя бы вот эту вторую часть практическую как правильно использовать данный уровень для построить построение своей стратегии для получения необходимых подсказок спасибо вам за внимание с вами был петрулеевич владимир владимирович удачи на рынке и побольше прибыли всего доброго до свидания по поводу таймфрендах фибоначчи абсолютно любые вы видели от крупных дневных до минутных все работают единственно помните да вот как раз этот слайд последний я вам покажу чем более старше временной интервал тем более значимой уровень на мелких временных интервалах и может быть уровень более слабо вероятность того что он будет перейдем то есть отработан более старше временной интервала естественно высоко так вопрос ссылку на youtube наберите в ютюбе кит финансы и попадете как раз на наши страницы я так на память и не помню просто до ютюбе кит финансы либо наберите просто владимир петрулеевич попадется на мои вебинары которые лежат непосредственно в разделе кит финанс обучение всего доброго до свидания удачи